Почему нельзя просто использовать масло из магазина? Самая простая эмульсия, которую вы можете употреблять практически каждый день, это молоко. Парабены проверенные, и они точно защитят нашу продукцию от микробного заложения. Разобраться, например, что такое эмульгатор, глицерин. Его достаточно способны и без пятёрки по химии. Соль и сахар всегда были природными консервантами. Это очень хорошая история для кожи. Она физиологичная, потому что глицерин входит в комплекс натурально увлажняющего фактора, который есть, собственно, в коже. Мне кажется, такое время, когда люди спешат с выводами. Полезный продукт вы сразу почувствуете. По этикетке это, к сожалению, сделать нельзя. Всем привет, и это подкаст «Гламур. Лучшая в красоте». Мы обсуждаем бьюти-тренды, инновации, работающие составы в косметике. И сегодня запускаем новый курс под названием «Краткий курс косметической химии». Меня зовут Анна Саакян, я директор отдела красоты «Гламур». И со мной в студии наш учитель-преподаватель Оксана Иванова, косметический химик, основательница бюро научно-технических разработок «Дока-Лаб», создатель собственного бренда «Джи-Лаб», человек, который создает косметику уже лет 20. Да, практически. Всем привет. На самом деле у меня достаточно большой опыт не только в разработках, но и в преподавании. Я 7 лет преподавала на кафедре в Архату имени Менделеева, собственно, в моей альмаматор, которую я и заканчивала. Поэтому опыт преподавания у меня, в принципе, достаточно большой. У меня есть свои студенты, у меня свои есть выпускники, у которых я была руководителем диплома. И я до сих пор нахожусь в экзаменационной комиссии как представителя индустрии для того, чтобы оценивать и молодых специалистов. Ну всё, у нас сегодня первый урок. И первый урок, мне кажется, самый актуальный – разбор состава. Почему сейчас все читают этикетки и полезно ли это? И вообще на что надо обращать внимание? Что, на ваш взгляд, каждой девушке нужно знать, чтобы быть бьюти-грамотной реально? Например, если я гуглю состав по инси, означает ли это, что я разбираюсь в косметике? Ну, здесь, с одной стороны, вроде бы простой ответ. Конечно, нет. А с другой стороны, все мы имеем тенденцию к обучению. И если человек гуглит, он уже думает. Как минимум, он пытается разобраться в том, что есть. Конечно, отфильтровать ту информацию, которая находится на просторах интернета, для того, чтобы, скажем, выделить из неё правильную, либо верную, либо достоверную, достаточно сложно неспециалисту, находящемуся вне этой отрасли. Поэтому в любом случае образовательная деятельность, самообразование – это полезная вещь. Но, конечно, после прочтения инси наименований вам, к сожалению, не станет достоверно понятно, насколько, например, качественная косметика, насколько она эффективна. Вы можете сделать только некоторое представление о том, что, собственно, туда добавлено, и что хотел сказать, например, технолог-разработчик об этом продукте. Поэтому для того, чтобы всё-таки читать этикетки, быть бьюти-грамотным, конечно, надо учиться. Я думаю, что как раз вот этот курс нам немножко в этом поможет. Слушайте, у меня прям вот вопрос, которого я боюсь. А есть ли у нашей слушательницы, как у меня, например, в школе была тройка по химии, и ничего я не понимала в химии? Ну, это на самом деле не самое страшное, потому что я, например, тоже не мечтала стать химиком, вообще совсем нет. Только после девятого класса я пришла к тому, что мне, наверное, будет интересно это. А до этого я мечтала стать дизайнером. И, в общем-то, развивалась в этом направлении, смотрела журналы, изучала всё. Но как бы я сейчас не разбираюсь в дизайне, но мне безумно нравится это смотреть. В любом случае я читаю какие-то, например, журналы, связанные с такими интересными вещами, какие-то выставки посещаю, именно связанные с дизайном. Поэтому даже если у вас была тройка, это не значит, что вы не способны разобраться в каких-то глобально, ну, скажем так, достаточно простых понятиях. Вас никто не заставляет делать, например, эмульсию самостоятельно, да, то есть смешивать и так далее. Но разобраться, например, что такое эмульгатор, что такое глицерин, что такое натуральный увлажняющий фактор, в принципе, вот достаточно способны и без пятёрки по химии. Итак, с чего начать? Давайте наш первый урок. Ну, давайте начнём первый урок. Наверное, мы как бы возьмём какие-то базовые понятия, которые существуют в косметике, и вообще на чём ориентируется технолог, на чём строится его задача в построении, скажем, косметической композиции. Самый главный документ, который существует у нас в России, такие же подобные документы есть во всём мире, это технический регламент Таможенного союза о безопасности парфюмерно-косметической продукции. Оттуда мы черпаем, так скажем, не знания, а скорее юридические понятия, к которым мы обращаемся при разработках. Например, что такое косметические кремы, какие они бывают, какая продукция косметическая бывает, и почему это важно на самом деле. То есть мы вроде привыкли, да, что такое крем и крем. Нет, у этого определения есть чёткое понятие, которое, собственно, нам необходимо будет реализовывать в нашем каком-то продукте. Вот прям база-база, которая изучается даже студентами при поступлении, ну, вернее, при изучении предмета. Есть такой, кстати, предмет технология косметических средств. То есть это отдельный предмет в УЗИ, который, собственно, я и преподавала. То есть прям такой вот глобальный предмет, который говорит о том, что же происходит, скажем, в производстве с косметикой, да, что мы с ней делаем. И самое главное, наверное, это определение, да, то есть вот что такое эмульсия, крем. Для нас крем – это крем. Для технолога крем – это эмульсия. Значит, согласно, опять же, закону, я всё-таки вернусь к закону, потому что это важно. Помимо того, что какие они бывают, значит, что такое эмульсия согласно законодательству? Это смесь синтетических и натуральных продуктов, жиров, фасков, масел, экстрактов, каких-то красителей, антиоксидантов, консервантов, отдушек, ну и других добавок, которые обеспечивают нам функциональные составляющие данного продукта. Если по-простому, эмульсия – это две фазы, которые в, скажем, своём природном виде не смешиваются, например, масло и вода. Вот для того, чтобы это стало эмульсией, мы добавляем некие компоненты, эмульгаторы, которые позволяют нам сделать вот тот самый белый крем, который мы видим уже в нашей баночке. Ну, основу, скажем так, основу. Вот, поэтому, собственно, вот этот продукт. Кстати, самая простая эмульсия, которую вы можете употреблять практически каждый день – это молоко. Потому что молоко – это, собственно, жир и вода. И только с помощью определённых веществ мы получаем вот такую вот белую эмульсию. Она очень жидкая, конечно, она не ассоциируется у нас с косметической эмульсией, которую мы видим в баночке, но, тем не менее, это самая простая эмульсия. И этот вопрос всегда задают студентам, когда начинает рассказывать курс косметической химии, как бы, какая самая простая эмульсия. Все сидят и не понимают. Ну, мы же не знаем, что это за предмет и вообще о чём пойдёт речь. А вот они говорят – это молоко. Поэтому это я запомнила очень хорошо. Но молоко именно питьевое, не молочко, которым снимает макияж. Ну, конечно, нет. Именно питьевое – питьевое, живое из-под коробки. Собственно, это молоко и будет примером самой простой как бы эмульсии. И, как я понимаю, эмульсия – это база очень многих средств косметики и тонального крема, и даже, может быть, кондиционера для волос. Да, конечно. Это такая, скажем, самая, наверное, распространённая форма косметики. Это и молочко, и лосьоны для тела, и крем для лица. Большая часть декоративки тоже – это эмульсии. Эмульсии бывают разные, прямые, там, где преобладает водная фаза, бывают обратные, там, где преобладает больше жировая фаза. Но, кстати, вы это тоже не всегда сможете определить, скажем так, пробой. Почему? Потому что сейчас научились так хитро делать, когда у вас очень-очень много масла в системе, гораздо больше, чем воды, но при этом вы не ощущаете вот этой вот масляной плёнки и так далее, и так далее. Но вот такие эмульсии, они, как правило, носят характер барьерных. Очень часто такие кремы, такие эмульсии используются, например, для атопической кожи. Они очень хорошо как бы создают барьер между средой и самой поверхностью нашей кожи, нашим эпидермисом. И, соответственно, например, когда нам необходима защита. Очень часто такие эмульсии делают, например, при защите от холода или от защиты от солнца. Тоже вот обратные эмульсии, они очень часто распространены в солнцезащитной косметике, потому что они более устойчивы к смыванию. И, соответственно, для того, чтобы мы использовали средства на пляже, и они больше держались, дольше держались на нашей коже, соответственно, используются вот такие вот интересные эмульсии. Есть ещё крем-гелевые эмульсии, тоже достаточно распространённый вид косметической продукции, где у нас, соответственно, идёт замена части масла на гелеобразователь. То есть у нас вместо масла создаётся гелевая такая сеточка, в которую входят капельки жира. Вот, вы это ощущаете более лёгкое, такое, скажем, более как бы приятное воздействие от крем-геля. То есть это такой способ создания более интересной композиции для того, чтобы были приятные тактильные ощущения. Вот, существуют ещё восковые эмульсии, там, где вообще нет воды, это тоже всё эмульсии. И, кстати, вот тушь, один из примеров, это как раз-таки тушь для глаз, которую мы все используем. Они бывают водными эмульсиями, то есть те, которые легко смываются водой. Для их смывания не обязательно использовать какую-то специальную косметику, которая будет растворять воск и жир. И есть водостойкие туши. Вот как раз водостойкие туши – это пример косметической эмульсии воскоподобной, там нет воды. То есть практически любой бьюти-продукт – это эмульсия? Ну, это самая, мне кажется, распространённая форма. Процентов 90? Да, ну, наверное, да. Ну, может быть, не 90, чуть поменьше, потому что волосы у нас тоже занимают достаточно большой как бы срез. Что я имею в виду волосы? Это чаще ещё шампунь, конечно. Средства для умывания лица, например, какие-то гели, вот эти муссы, которые сейчас мы очень часто встречаем в виде пеногенераторов. То есть вот эти все продукты, они построены уже как раз по другому принципу. Здесь это другая форма косметического средства, соответственно, это поверхностно-активные. Там используются поверхностно-активные вещества, и в косметическом законодательстве они называются пеномоющие средства. Поэтому всё, что… ПАВ, да? Да. То, что там павы, мягкие павы. Ну, мы до этого дойдём чуть позже. Да. Ну, павы – это ингредиент, а сами средства называются пеномоющими средствами. Как раз вот в их состав входит пава. Но по пему-пав там ещё есть другие как бы ингредиенты, обязательные для косметики в том числе. То есть глобально, если пытаться прям чётко-чётко так классифицировать, у нас есть эмульсии, это большая часть, и есть пеномоющие. Пеномоющие средства. У нас есть гели, которые вообще не содержат, например, жировую фазу. То есть там только идёт вода и гелеобразователь. Такое вы тоже можете часто встретить достаточно. Гели эти могут быть с содержанием павы, могут быть беспавные. То есть, ну, это, так скажем, один из подвидов. Например, ультразвуковой гель, который мы на ультразвуке часто используем, это как раз форма косметического средства, гель. Что ещё у нас есть? У нас ещё есть, собственно, компактные средства, да, то есть прыжкообразные. Их, конечно, не так много, но тем не менее они сейчас, например, популярны в средствах ухода за лицом. Энзимные какие-нибудь пудры для умывания или просто пудры для умывания. Вот это как раз-таки прыжкообразные средства. Там, естественно, нет воды. Все они построены на прыжкообразных ингредиентах, павах, каких-то других присадках, которые дают там гладкость лицу, хорошо очищают и так далее. То есть даже если эта пудра при соприкосновении с водой превращается в пенку, это всё равно не относится она к пеномоющему. Нет, не относится. Да, это не относится. Это всё-таки больше относится к пудровым, да, компактным. Вот. И ещё у нас есть одна форма, которую мы немножко забыли, это лосьоны. Это жидкие косметические средства. Лосьоны тоже распространены достаточно широко. Все лосьоны, тоники, какие-то средства, не знаю, там, уходовые, которые представляют собой именно жидкость, и вот они относятся к лосьонам. Ну, пожалуй, всё, наверное. Вот такие вот самые распространённые. Это кремы, это гели, это пеномоющие средства, лосьоны и прыжкообразные средства. Шесть средств, значит. Ну, в общем, да. И в самых распространённых эмульсиях, как я поняла, надо выучить прямая и обратная. Или не надо? Вот сейчас в нашем мире это сложно. Раньше, когда технолог брал, наносил на руку, он говорил, вот это прямая эмульсия, её прямо сразу можно было ощутить. А вот эта обратная, потому что она более жирная, она более плотная, то сейчас даже специалист, беря продукт, он вряд ли такое скажет. В общем, это, скажем, больше прерогатива уже технолога. И он технолога и маркетолога, который определяет, каким будет продукт, для какой целевой аудитории он будет сделан, и с какими характеристиками. То есть для чего этот продукт. Вот тогда уже определяется, какая эмульсия будет использоваться в том или ином продукте. Ну, я верно поняла, что обратная эмульсия, та, в которой больше масла, она именно хороша для защиты кожи, восстановления её барьера, солнцезащитных средствах, потому что это такая максимальная защита от солнца. Когда входят масла, они, естественно, очень, скажем так, близко родственны к нашей коже, если по-простому говорить. То есть они содержат ненасыщенные жирные кислоты, которые составляют в том числе наш липидный барьер. Поэтому жиры и масла это очень приятная субстанция для кожи, она очень полезная для нашего эпидермиса. Конечно, она помогает восстановить, почему многие любят масло и видят заметный эффект, например, после какого-то периода применения, но потом наступает немножко другая реакция. Поэтому я не очень люблю чистые масла и стараюсь их в своём личном уходе не использовать. На это есть свои причины. Хорошо. Если даже технолог и химик не может разобраться, прямая эмульсия или обратная, то обычный человек, например, если гуглит те же составы, мы возвращаемся, может понять это по составу и списку компонентов? Я думаю, что ему сложно будет это сделать, потому что мы, например, видим те эмульгаторы, которые специально предназначены для того, чтобы получать обратные эмульсии. И этого особого рода эмульгаторы, которые как раз-таки дают нам вот эту стабильность, дают нам качество обратной эмульсии, способность создавать такие системы. Это определённый класс, и их надо знать для того, чтобы их увидеть в списке ингредиентов. Их надо просто знать. То есть ты открываешь, смотришь, учишь их практически наизусть, и дальше уже в магазине можешь сказать, да, вот это вот, скорее всего, это обратная эмульсия. Но мне кажется, это, скажем так, не то, что излишние знания. Знания излишними не бывает, но не совсем задача человека, который хочет в этом разбираться, какие эмульгаторы для чего. Мне больше, конечно, думается, что в этом отношении будет полезно знать, например, о каких-то активных ингредиентах, потому что всё-таки они составляют основную эффективность средства. А вот выбор самой эмульсии, самой базы, я считаю, что нужно отдать на откуп технологам. Людям, которые, собственно, это разрабатывают, они лучше подбирают, какая эмульсия для чего необходима. А есть некое понятие азбука косметического химика? Я бы не сказала. Вот я сегодня даже, когда готовилась к нашему разговору, у меня есть ряд книг, к которым я обращаюсь, например, для того, чтобы уточнить какие-то понятия, уточнить какие-то средства. Я, например, смотрела как раз-таки информацию по обратным эмульгаторам, то есть какие классы обратных эмульгаторов используются и для чего они используются. Вот прямо сказать, что азбука-азбука, конечно, нет. Мне кажется, что самая лучшая азбука косметического химика – это его опыт. Чем он больше, чем больше его опыт разработок, именно практических. Я считаю, что самый ценный – это ручной труд. То есть мы можем все что-то предполагать, но тот человек, который делает руками этот продукт, он получает бесценный опыт. Так, как нужно это делать и как лучше и с чем сочетать. Потому что есть масса книжек, к которым мы можем обращаться, масса словарей российских, зарубежных, где все это описывается, но это теория. Практика – это практика, практика – это лаборатория, это руки, это специалист, который все это дело себя впитывает, и, соответственно, потом уже получаем мы такой готовый, интересный продукт. Есть вещества, которые в косметике есть всегда? Ну, кстати, вот был вопрос, насколько вода очевидна. Вы уже сейчас поняли, что вода не очевидна. Да, и причем это же ведь последний тренд последних нескольких лет, как я понимаю. Наверное, еще лет пять назад, если бы я пришла к вам на курс, то вода была бы одним из основных компонентов, и сейчас все так берегут воду, что появляется тренд на сухие средства. Да, здесь, конечно, надо различать, какой тренд, потому что, например, если мы в производстве не используем воду, это прям отлично, но когда мы ту же энзимную пудру смываем водой, все равно мы используем какое-то количество воды. Да, поэтому, знаете как, есть определенный класс веществ, которые необходимы в той или иной косметике. Ну, вода – это ингредиент, а вот у нас, например, если мы говорим об эмульсии, то нам как минимум нужен эмульгатор, то есть тот компонент, который соединит у нас воду, например, с ценными маслами. У нас необходим, например, консервант, потому что все водные системы необходимо консервировать. И когда мы говорим, что в продукте, например, вы где-то видите, что там нет консерванта, то надо смотреть, что это за система. Если мы говорим о масляной системе, то там как раз-таки консервант. Это необязательная история, потому что масла, скажем так, не подвержены микробиологическому заражению, зато они подвержены другим процессам, например, окислению. И если вы приобретаете продукт, в котором нет консервантов, но есть антиоксиданты, вот это правильный продукт, то есть масла, которые вы покупаете, вы должны посмотреть, что там даже должен быть обязательно определенный ряд антиоксидантов. Ну, самый распространенный – это витамин Е, хотя бы витамин Е. Есть еще ряд синтетических молекул, например, как бутилгидрокситоуол. Очень часто он бывает в коммерческих продуктах. Это очень сильный мощный антиоксидант, который у нас прерывает перекосные окисления, и масла в процессе своего хранения, они как раз не приобретают вот этот вот неприятный прогорклый запах. На самом деле ничего полезного в нем нет, и процессы окисления, они зарождаются задолго до появления запаха. Почему нельзя просто использовать, например, масло из магазина, да, то есть оно обязательно все-таки должно быть косметическое, каким-то либо образом обработанное, подготовленное к использованию в косметике и так далее. Желательно, чтобы на него было померено перекисное число и соблюдено условия хранения. Так, а какие еще у нас базовые компоненты, про которые надо знать? Я думаю, что если мы говорим об альмульсиях, то здесь надо понимать, что должны быть какие-то увлажняющие вещи. То есть недостаточно соединить эмульгатором масло с водой, необходимо, чтобы все-таки этот продукт как-то себя полезно вел на коже, ну, как минимум увлажнял. И здесь самое, кстати, я считаю, с моей точки зрения, очень неплохой компонент, как глицерин. Почему-то были на него какое-то одно время даже не гонения, а некое неправильное дезинформирование о том, что он вытягивает влагу из кожи. На самом деле такое может быть, может иметь место, когда его достаточно большой процент, то есть там какой-нибудь 20, например, и вы находитесь в каком-то сухом климате, когда у вас действительно глицерин может быть как-то негативно сказаться на состоянии вашей кожи. Обычно в косметике это до 5% глицерина. Это очень хорошая история для кожи. Она физиологичная, потому что глицерин входит в комплекс натурально увлажняющего фактора, который есть, собственно, в коже. Поэтому, мне кажется, достаточно такой родной компонент, и не надо исключать его из списка, вернее, исключать средства из списка, если вы вдруг увидели глицерин в составе. А как вообще появляется, на ваш взгляд, мода на компоненты? Почему одни компоненты попадают в опалу, например, и постоянно проводят, сейчас мы постоянно видим исследования, то этот вреден, то этот вреден. В том же рекламентации постоянно меняются какие-то вещи. Да, ну это как раз связано с тем, что проводят исследования, и это правильно. Наука не стоит на месте. Вы знаете, как убежало законодательство с момента, в общем-то, разработки определенных каких-то законодательных актов, да? То есть всё время всё должно меняться. И подтверждение, например, полезных свойств, и подтверждение негативных свойств ингредиентов постоянно ведётся. В связи с этим появляется некая информация, которая утверждает, что ингредиент, который мы там использовали десятилетиями, вот в таких-то условиях проявляет себя не очень хорошо. И сейчас просто, мне кажется, такое время, когда люди спешат с выводами. Это очень не всегда верно. То есть вышла какая-то статья, например, что что-то там произошло с этим ингредиентом. Он, например, приносит вот такую не очень приятную, скажем, историю для кожи, либо для всего организма, куда-то там проникает, как, например, там было с сенсащитными фильтрами определённого рода сейчас, которые уже действительно устарели. Или там, например, с алюминием, который до сих пор очень сильно муссирует, с парабенами. Вышли какие-то статьи, и после этого поднялась волна о том, что, ой, это очень плохо, давайте мы начнём на что-то это менять. Но не всегда новое – это лучше, чем старое. Кстати, парабены давно уже оправдали. Вышла директива, что их достаточно долго исследовали, мне кажется, лет пять. И вышла директива о, в принципе, их безопасности. Ну, там есть, скажем так, у парабенов некоторое количество. Они разные. Там метил, пропил, этил, утил. И, соответственно, на каждый из них вышло определённое ограничение. Два точно нужно использовать без огречения, остальные, соответственно, имеют ограничение по концентрации. Но, тем не менее, исследования провели, подтвердили, что, в общем-то, всё, что в рамках, скажем так, того, что мы рекомендуем, вернее, что нам рекомендуют в потреблении, всё это достаточно безопасно. А вот есть компонент, который в своё время пришёл на смену парабенов. Это компонент, у него очень длинное название, который сейчас, к сожалению, уже запретили в Европе. То есть он сначала пришёл на смену парабенов. Именно когда началась волна, что парабена – это плава. А как называть этот компонент? Это очень сложное название, всё время ломаю язык. Имизодилинил, мочевина. И же с ними. То есть это комплекс двух ингредиентов, которые такое длинное-длинное название имеют. Они имеют разные коммерческие представления, такие как катон, например. Ну, если по инке, то это имизодилинил. Ну, в общем, вот это всё про мочевину. Значит, смысл в том, что это было на моей памяти. То есть я уже такой древний представитель индустрии, и это случилось на моей памяти. Когда я пришла в индустрию, началось гонение на парабены. Примерно лет 20 назад. Да, примерно лет 20. Где-то в начале на рубеже веков. Началось и парабены, и силиконы. Да, да, да. И, соответственно, потребитель пришёл к компании и сказал, что нам не нравятся парабены, потому что нам они не нравятся, и надо на что-то их менять. Мы начали искать альтернативу, и вдруг выпустили вот этот волшебный консервант, который, собственно, во-первых, был жидким, в отличие от парабенов, потому что как бы сейчас есть жидкие парабены, до этого были они только сухие, они вводились с определёнными сложностями, поэтому все обрадовались, захлопали в ладоши. Жидкий консервант, не надо ничего с ним делать. Процент введения 0,05. Всё консервирует, всё отлично. Все перешли на него. Ну, прям глобально. Но прошло каких-то там 20, даже меньше. И его начали постепенно, сначала перевели в историю, что он может использоваться только в смываемых средствах. Через какое-то время, сейчас я думаю, что вообще из Европы из применения его выведут. Но, к сожалению, исследования провели, что не так уж он и безопасен, он называет раздражающие действия, он накапливается, поэтому не всё так полезно, то, что приходит на смену, например, каким-то проверенным продуктам. А парабены вот, наоборот, обелили. Но всё равно на них идёт какая-то такая непонятная волна. Ну, мне кажется, что все немножко подостынут, и всё-таки всё вернутся к нормальным продуктам. Вот. Ну и плюс ещё, я думаю, что создадут какие-то новые вещества обязательно. А пока не вернулись к парабену? Почему вернулись? Те, кто, скажем так, достаточно разумно подходит к вопросу выбора консервантов, я имею в виду компании, они, в принципе, используют парабены. И у нас есть для этого очень хороший пример людей, которые не стесняются говорить о том, что в их косметике используются парабены, потому что они проверенные, они стабильные, и они точно защитят нашу продукцию от микробного заложения, соответственно, нашу кожу от всяких неприятностей. Вообще бывает косметика без консервантов? Потому что тоже один из них. Конечно, конечно. Вот я сказала, что консервант, например, имеет место не быть в косметике, которая содержит масло. То есть если это масло или масляная композиция, то там как раз консерванты, ну, собственно, в них нет необходимости, хотя, например, кто-то добавляет на всякий случай, но по большому счёту это не очень такая правильная, ну, скажем, необязательная история. Скрабы, например, масляные скрабы, если мы говорим о соляных или сахарных скрабах, которые чисто на маслах сделаны. Вот там тоже, собственно, вообще, на самом деле, соли и сахар всегда были природными консервантами. Мы всегда варили варенье, и мы всегда консервировали продукты, там солили огурцы, например. Поэтому здесь микробы не живут, здесь история с консервантами, она не совсем правильная. Но как только у вас появляется там, например, чуть-чуточку воды, и мы добавляем какие-нибудь экстракты туда, вот, то там уже консервант необходим. Ну, то есть если в средстве написано на первом месте АКВА, да, в списке ингредиентов, значит, там должен быть консервант. Конечно, безусловно. Это не то, что крем с маслом, я не знаю, оливы или маслом шиповника, и это значит, что в нём может не быть консервантов. Ну, нет, конечно. Конечно, ищите его, он может быть завуалирован, он может иметь пищевое номинование, например, как бензонат натрия. Это пищевой консервант, но он всё равно должен быть. Должен быть тот ингредиент, который защитит ваш продукт от микробного заражения, потому что вы не представляете, какая совсем не польза от продукта, который, собственно, уже подвергся этому заражению. Вы наносите это на лицо, и это очень большие проблемы. Это и высыпание, и акне. Это в лучшем случае. Если это попадёт на слизистую, то это очень неприятная история. Это конъюнктивит. В общем, лучше, скажем так, использовать консерванты. Они проверены, они добавляются в строгой определённой концентрации, чем покупать продукты с овнительного состава с маркером без консервантов. А при таком вот сумасшедшем изменении, что один компонент обвинили, второй компонент обвинили, вот что мне делать как потребителю? Ой, это правда очень сложно. Вот я пришла к химику. Я поэтому хочу этот курс косметической химики, чтобы понять, что же мне делать, если я вижу, что вот вчера ещё эту форму витамина С, говорили, что это классный компонент антиэйджа, кожа будет сиять. А сегодня мне говорят, что, не знаю, что вот конкретно этот компонент из витамина С под воздействием солнечных лучей превратит меня в печёное яблоко, и я покроюсь пигментными пятнами. Вы знаете, это очень хороший вопрос, и я на него всегда отвечаю так. Вам нужно доверять производителю косметики. То есть вы должны искать не конкретное средство, а конкретного производителя, потому что те производители, которые хотят дать своему потребителю максимум, они все держат руку на пульсе. Они все посещают отраслевые мероприятия, в которых проводится обучение. Здесь история такая, что вы должны искать своего производителя. Он должен быть открыт для вас, он должен давать вам максимум информации на этикетке, например, на сайте, в какой-то обратной связи, если вы, например, ему пишете в аккаунте и так далее. То есть компания, которая хочет общаться с потребителем, которая хочет нести ему пользу, она вам ответит на все вопросы. Меня очень часто спрашивают, например, по своим продуктам, пришлите, пожалуйста, состав. Я его высылаю, пожалуйста. Если хотите, я вам его прокомментирую. Перед тем, как у нас осталось 5 минут до конца урока, но вот я не могу не спросить. Хорошо, состав, вот я его читаю, вы его комментируете. Но как мне понять, что вот это все правда, что это все работает? Это вопрос, опять же, доверия. Доверие к производителю, потому что производитель, он хочет, чтобы вы вернулись за его продуктом, как минимум. Поэтому то средство, которое нацелено на ваше, красивое слово, вторичные продажи, он будет делать все для того, чтобы продукт вам понравился, чтобы он был полезным, он был качественным, он был правильным и он был открытым к своему потребителю. Ну, немножко неадекватная, наверное, формулировка, но тем не менее, полезный продукт вы сразу почувствуете. По этикетке это, к сожалению, сделать нельзя. Вот давайте не будем себя обманываться. Если вы прочтете этикетку, вы можете, например, выделить витамин С, в какой-нибудь хорошей форме. Вот не просто аскорбиновая кислота, а, например, в виде этилоскорбата. Это самая современная формула, устойчивая, под воздействием света и так далее. То есть вы будете понимать, что, как минимум, этот продукт находится, так скажем так, на пике своей технологической прогрессивности. Но выводы о самом средстве можете сделать только тогда, конечно, когда вы его начнёте использовать и увидите результат. Хороший производитель, он постарается сделать так, чтобы результат у вас был. Так, а вот хорошо. Если я выучила правильно, как называется это суперработающий, новейший компонент витамин С? Как ещё раз? Он называется, если правильно, О-3-этилоскорбиновая кислота. Вот я нашла эту О-3-этилоскорбиновую кислоту в составе. Это правда, что она должна стоять на каком-то там не самом последнем месте в списке, что средство правда работает? Ну да, это точно. Не на самом последнем месте. Вот конкретно эта кислота не на самом последнем месте. Есть ингредиенты, я думаю, что мы поговорим о них. Это те, которые могут быть в самом конце, и это тоже хорошо. Это как раз-таки неплохо. А вот если мы говорим о витамине С в форме телоскорбиновой кислоты, то он как минимум должен стоять ближе к началу, чтобы какой-то эффект от него был хотя бы в проценте 2-3, вот тогда он будет нести пользу. А где-то в самом конце, скорее, это больше маркетинговая какая-то составляющая. Оксана, спасибо большое. Это у нас затравочка. Мы поговорим про активные компоненты. Посвятим следующий, может быть, даже не следующий, а через пару уроков, потому что нам надо ещё массу всего освоить. Спасибо большое. Присылайте ваши вопросы. Это был подкаст «Гламур. Лучшее в красоте». Краткий курс косметической химии. И со мной прекрасный косметический химик Оксана Иванова, автор множества формул. И, кстати, Оксана отвечает на вопросы про составы косметики у себя в Инстаграме. С удовольствием, да. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok